Вот, все, я появилась. Ты меня видишь? Выключи, сейчас я выключила. Добрый вечер, друзья. Мы начинаем наш вебинар. Мы здесь, Татьяна. Так что... Все, выключила. Как меня слышно, скажите, пожалуйста. Я вижу, что меня должно быть слышно. Отлично. Таня, спасибо. Вот Таня уже пишет, что меня слышно. Мы начинаем наш вебинар. Встреча, которая сорвалась в понедельник. Дубль 2. Эфир с Татьяной Морозовой. Мы тут тоже сегодня долго колдовали с техникой, чтобы этот вебинар стал возможным. Я надеюсь, что все будет в порядке. Представлю кратко Таню, и она подключится. Татьяна Морозова, руководитель языкового центра LinguaCat в Москве. Она является последователем методики Соболева, и я считаю, что она один из самых успешных последователей. У нее некоторые результаты даже превзошли результаты самой Ольги Львовной. И Татьяна стала первым, насколько мне известно, спикером, которого пригласили выступить на авторском вебинаре Ольги Львовной. Это было в ноябре прошлого года. Поскольку я тоже пытаюсь являться последователем методики Ольги Львовной, мне очень интересно послушать Таню, задать ей вопросы. Особенно, конечно, мне интересно все, и как у них дети учатся так говорить здорово. Я видела много видео с Танинами учениками, это просто, конечно, шикарно, как они обсуждают литературу, какая у них спонтанная и живая речь. Но даже не это мне интересно больше всего, а то, что я еще до сих пор не постигла, как ученики пишут прекрасные тексты, не делают ошибки в орфографии, сдают, естественно, экзамены кембриджские, не делая ошибок, при том, что они совершенно не учат не то, что алфавит, они даже не учат буквы алфавита и не пишут ликтанты вот в том понятии, да, отработки спеллингов, к которым мы привыкли в традиционном понимании. Я Таню попросила прежде всего ответить на этот вопрос, ну и, конечно же, по ходу дела она расскажет про все остальные основные фишки методики. Таня, подключайся. Похоже, это все-таки случилось. Добрый вечер. Рада участвовать в этом замечательном марафоне, который организовала Галя. Галя, спасибо тебе за возможность участия, поскольку это всегда большое удовольствие общаться с людьми, которые тебе близки по духу. Да, поскольку здесь, в этом чате, вообще в нашем сообществе нет людей, которые не задают вопросы, у которых нет сомнений, и они работают так, как их научили когда-то, да, в институте, в школе. Поэтому я всегда получаю искреннее удовольствие именно от общения с людьми похожей ментальности, что ли. Я, коллеги, надеюсь, что вечер получится и продуктивным, и мы все... И, может быть, удастся действительно ответить на какие-то вопросы и что-то вынести уже такое ценное. Галя, все-таки ты будешь задавать вопросы или мне просто начать отвечать на те вопросы, которые ты мне до этого задавала? Таня, например, по орфографии, по знанию букв, вот у меня... Я думаю, что, да, что вот нужно ответить на этот вопрос, но прежде чем на него ответить, нужно, конечно, ввести, я думаю, людей, которые не... Ну, может быть, не в курсе, да, методики, возможно, здесь есть разные, я предполагаю, учителя с разной, так сказать, историей. Я думаю, что нужно, конечно, рассказать пару слов о методике, чтобы как-то плавно перейти к письму, и, может быть, перед этим рассказать про чтение. Тут уже вот тебе слово, как ты видишь это, как это лучше преподнести. Вот люди пишут не в курсе, да. Отлично, тогда начнем с того, что такое методика ОСМ-метод, да, методика Ольги Львовны Соболевой. Для меня в свое время это явилось таким вот настоящим откровением, причем я, в общем-то, в педагогике только 8 лет. И до этого я занималась брендингом, я занималась международными проектами. И вот такой вот, когда я пришла в педагогику, у меня был один единственный вопрос. Я понимала, что как учили нас, учить детей нельзя. Это было очевидно, но вот как это делать, мне было непонятно. Тогда я вот нашла курсы Валерии Мещеряковой. Это было интересно, и это было новаторски, это было здорово. Я год отработала, отучившись, да, взяв все семинары, которые только можно было взять, все были страшно довольны. Только у меня были какие-то вот вопросы, созрели в процессе, на которые я получила от Валерии ответы. И это, в частности, было, можно ли, например, насколько богат язык можно использовать, если ты обучаешь языку детей, да. И ответ был, что вот ты обучаешь в рамках, да, существует определенный объем лексики, которые они могут взять, и грамматики интуитивно, да, и он очень мал. И потом вот это было подарком небес, это книжка, которую я купила, и она вдруг, она мне прямо, она просто взяла, она дала мне вот эти ответы на те вопросы, причем именно те ответы, которых я ждала. Чем наша методика? Говорю наша, потому что это стало просто неотъемлемой частью нашей жизни. Я уже не представляю, как можно работать по-другому. Почему? Потому что это, во-первых, методика наиболее эффективного погружения в плотные языковые потоки. Коллеги, я прошу прощения за какие-то посторонние звуки. Я нахожусь в Алуште, я приехала сюда со своими друзьями, которые занимаются живописью. Мы... Зоя, не шуми, пожалуйста. И я вынуждена сидеть в холле нашего дома, потому что это единственное место, где нормально работает интернет. Мы выбрали хорошее место, довольно дикое, в самой Алуште. Поэтому приношу прощение, приношу извинения за качество связи, возможно, за шумы. Итак, по поводу методики. Я считаю, что это самый эффективный путь, вот из того, что, во всяком случае, я, с чем я сталкивалась, погружение человека в язык. Прошу прощения, но я, во всяком случае, вижу, что пропадаю. Да, была книжка Ольги Львовной, которая дала ответы на вопросы, да, о том, что нужно погружать человека сразу во все многообразие языка, да, практически. Коллеги, мы пытаемся восстановить связь. Будем ждать Татьяну. Она попытается перезайти. Да, мы все очень ждем. Сейчас она попробует. Коллеги, коллеги, сейчас слышно, подтвердите, пожалуйста. Слышно ли меня? Пишу. Ура. Будем тогда делать максимально оперативно. То есть для меня это методика такого, действительно, это погружение в структурированный, плотный поток английской речи, когда параллельно формируется, когда мы не просто, когда мы формируем понятивную систему на другом языке. Вот это, на самом деле, для меня это стало, ну, просто мощнейшим инсайтом. И именно поэтому, вот отсюда, на самом деле, высокие результаты наших ребят, когда мы сейчас, когда мы выходим на B2 в возрасте, если мы начали, например, в 6, там, в 5, в 6, в 7 лет, на B2, на уровень B2, это FCE или чуть выше уровня EG, мы выходим в возрасте от 12 до 14 лет, да, а дальше мы уже... И именно поэтому мы все те программы, которые в большинстве школах, в подавляющем большинстве школах берут за 2 года, да, программу B1 после А2, программу B2 после B1 мы берем за год. В чем заключается? На уроке педагог моделирует языковой поток. Он, благодаря чему у ребенка формируется, и ребенка, и у взрослого, не имеет совершенно значения возраст студента, если вы правильно ведете урок, если темп урока динамичный, урок яркий, насыщенный, дальше не имеет значения, у вас ребенок сидит с вами, там, 4, 5, 6 лет, 12, или это взрослый, у вас английский язык или китайский. Все это уже результат абсолютно практического опыта. Это все мы уже потрогали руками, и результаты были, ну, просто ошеломляющими. Я очень долго могу об этом говорить. Давайте я сейчас отвечу на вопросы, которые Галя сформулировала. Такие вот очень-очень ясные вопросы в том, что касается, собственно, техник каких-то. Основная фишка методики. Для меня основная... Для меня, наверное, это абсолютная естественность происходящего. То есть мы... Естественность с первых минут нахождения ребенка на уроке, это при всем при том, что с нуля мы говорим только на английском языке, и вообще всегда педагог говорит с ребенком только на английском языке. Встретились мы на улице, в магазине, ребенок автоматически, да, видя меня или другого педагога, он скажет, hello, Mrs. Jones, да, и начнет дальше говорить с нами по-английски. До... То есть начиная вот с этих вот моментов и заканчивая вообще самой атмосферой происходящего на уроке, да, у нас весь процесс обучения переходит в плоскость интересного общения. Да? Мы обсуждаем то, что нас волнует, да, причем, опять же, не имеет значения, какого возраста, возраст нашего студента не имеет значения. То есть вот эта естественность от интонации до вообще до происходящего на уроке. Поэтому у нас дети никогда не поднимают на уроке руку, чтобы ответить. Мы сидим всегда кругом, неважно, на ковре ли, на застолом ли, и при этом у нас не происходит бардак, да, атмосфера непринужденного общения. Но грамотный педагог – это всегда такой модератор, который дает возможность каждому высказаться, да, и каждому почувствовать себя интересным, любимым, важным, востребованным на уроке, да, что, собственно говоря, рождает вот это желание делиться. И это особенно ценно слышать от подростков, когда они, отказываясь где-то от репетиторов, да, которых родители готовы платить, они приходят в клуб, и потом нам пишут или говорят такие вещи о том, что вот только в клубе я себя чувствую, только в LinguaCat я себя чувствую действительно комфортно и уверенно, уходит тревога. Это недавнее признание Артема 13 лет, который у нас занимается 4 года. И поэтому это огромное удовольствие для педагога работать так. Мы никогда, мы не заставляем детей учить слова, и не потому что мы добрые или нам ребенка жалко. Это контрпродуктивно, да, и если это будет интересно, я потом объясню, почему я, я даже пост делала в соцсетях, почему нельзя учить слова. Не нужно, а нельзя. Мы не заставляем учить грамматические правила, потому что это тоже, это не помогает заговорить на языке или понимать язык. Ровно наоборот, это строит языковой барьер. Да, поэтому мы сначала формируем интуитивную базу, опять же, как в родном языке. В этом заключается, в принципе, естественности, да. Почему легко ребенку учиться у нас? Почему такие ошеломительные результаты? Потому что мы обучаем языку естественным путем. То есть мы идем ровно тем же путем, которым мозг осваивал родной язык. Но мы, да, мы просто моделируем ситуацию в имеющихся у нас условиях, да. То есть на уроке мы создаем плотнейшие потоки, да. Мы создаем контексты, чтобы разные слова подсветить через перевод на понятие образа, да. Что это у нас? Это картиночки, это наша мимика, жесты, это определение через другие слова, через игрушки, да. Зависит от возраста ребенка или студента. Соответственно, для мозга это самый естественный путь. Именно поэтому, когда я запустила испанский, дети, для которых это был второй язык, детям было на тот момент от 10 до 12 лет, это на момент начала, мы за один год взяли программу 3 лет, естественным образом. То же самое произошло с китайским, но с китайским, к сожалению, у меня было только 2,5 месяца, и там тоже результат был ошеломительным. Потому что, по сути, мы отключили все то, что мешает, заставили мозг работать ровно в том режиме, в котором он осваивал родной язык. Вот мне кажется, я очень долго говорю, возможно, это воспринимается очень абстрактно. Коллеги, давайте обратную связь, мне действительно хочется, чтобы это было полезно, интересно, к чему-то привело. Как учимся писать без знания букв? Я буквально 2 недели назад была на семинаре Натальи Батик, у нее огромная школа в Бологде. И это был семинар для руководителей, директоров клубов. И там все как один сказали, да для того, чтобы читать, научиться читать, знать буквы не нужно. Я о чем хочу сказать? Для того, чтобы писать, тем более. В чем это заключается? По сути, мы приучаем ребенка фотографировать слово целиком и воспринимать его целостно. Правила чтения и буквы, они лишь путают человека. Потому что как только, вместо того, чтобы увидеть и узнать слово в лицо, кстати, именно так китайцы осваивают иероглифику. То есть они не раскладывают иероглиф на составные части. В китайском существует, то есть китайский читать иероглиф означает как раз узнавать его в лицо. И что интересно, именно со словом, то есть вот увидев его целиком, ребенок, собственно, и должен его нарисовать вот так. Понятно, что буквы нам помогают, но опять же, что такое орфография? Конечно, мы делаем ошибки. Вернее, наши коллеги, я не знаю, как вы, я лично делаю ошибки. У меня великолепные педагоги, тщательно отобранные, прошедшие тренинг, думающие, люди, с которыми мне бесконечно интересно. Я очень берегу свою команду. И тем не менее, мы как-то на одной из планерок вдруг поделились друг с другом, да, там, отличники круглые, они говорят, да, я делаю ошибки. Я вообще не вижу вот там драмы, орфографические ошибки по сию пору. Поэтому знание букв не помогает писать без ошибок. Вот мое убеждение. Как мы учимся писать, как мы учимся? Так же, как читать. То есть мы идем от целого слова, от узнавания этого слова. Мы пропускаем через сознание ребенка слово, да, что такое слово написано? Это графический образ слова, да. Мы пропускаем графический образ слова, да, и параллельно ребенок услышит. То есть это всегда... То есть мы просто, на самом деле, через сознание ребенка пропускаем это слово много-много раз в правильных контекстах, нужных контекстах. Прекрасный вопрос. Если ребенок помнит этот текст наизусть, прослушав его не раз и не особо фиксирует на словах свой взгляд, бегло просматривая текст. Это прекрасный вопрос. Почему? Это как раз естественная ситуация. Но ребенок редко помнит наши тексты в силу простой причины. У нас их очень много. У нас очень большой объем текстового материала через глазки ребенка проходит. Есть куски, например, это учебник, курсовой учебник, там коротенькие диалоги, их легко запомнить наизусть. Но помимо них существует огромный объем пальчиковых игр, сказки. И эти же самые слова, он каждый раз бегло пробегает по ним глазками. И это каждый раз касание. Его сознание касается этого слова, не фиксируясь на нем. И в конечном итоге он запоминает его в лицо. Так же, как, наверное, если вы увидите, вы вряд ли сможете нарисовать, четко описать лицо своего друга, но вы его безошибочно узнаете. Или просто знакомого человека, встретив его на улице. Я надеюсь, я ответила на вопрос. Откуда знают слова, если не учат? Здесь как раз все просто. Откуда же, оттуда же, откуда мы знаем слова русского языка? Мы никогда их не учили. Но я как раз, у меня был очень интересный разговор с человеком, который как раз занимается, который имеет прямое отношение к теории нейронных полей. И вот занимается всякого рода, работает в этой области. Надеюсь, мы будем сотрудничать дальше. Так вот, получается, что мы делаем? Мы запускаем, мы создаем среду, в которой понятийная система ребенка формируется так же, как в родном языке. Сейчас я вам объясню, как это происходит. Ребенок приходит на урок. Я приведу вам пример игру, когда буквально в течение двух, трех, пяти минут урока ребенок, в первый раз столкнувшись за первый раз на уроке английского языка, он уже вам скажет, либо одно, либо другое слово произнесет его охотно. Так, Галя мне сказала не рассказывать про понятийную систему, потому что это не очень понятно. Тогда давайте не будем, я сразу перейду к игре. Я вспомнила, что она мне сказала. Так, например, ребенок пришел к нам, это очень простая модель, но по сути на ней видно, как мне кажется, как мы пропускаем через сознание ребенка одно и то же слово в правильном контексте, переводя его на понятие или образ. Да, вот тут же, например, игра, примитивнейшая игра, самый первый урок, потому что дальше в нее играть нельзя. У нас карточки, у нас, например, на карточке a frog and a dog, dogs and frogs, разные, симпатичные, смешные, обязательно. И мы предлагаем малышу поиграть в игру, да, это игра для детей, ну, от пяти до семи лет максимум. Конечно же, на первом уроке ребенок просто видит ваш драйв, заряжается вашей энергетикой, да, и он понимает, что что-то будет интересное. Дальше вы говорите, предварительно вы вводите, опять же, dog, frog, dog, here is a dog and here is a frog. Да, можно до этого спеть песенку про dog, frogs, там, какие у вас песенки есть интересные, великое множество. Дальше мы предлагаем тянуть ребенку карточку, вернее, мы не тянем карточки лежат рубашкой вверх, он не видит, что там, это очень важно, потому что если вы играете в игру правильно, она игра, если вы нарушили принцип игровой, все, вы убили игру, да, а значит, нет по-настоящему искреннего общения, нет взаимодействия, нет, смысл игры утерян, смысл взаимодействия утерян, да, если это игровой в данный момент. И вы показываете лягушку, вы уже ввели, вот, к сожалению, меня не видно, я сижу, да, ну, какое-то жест ввели, показываю, я говорю, окей, a dog, here is a little tail, yeah, or a frog, dog, a frog, dog, a frog, frog, yeah. Ребенок попадает просто под магию вашего воздействия, ему проще вам сказать, dog, чем вспомнить, что это вообще-то собака, да, вот вы сейчас начинаете закладывать понятийную систему на первом же уроке, в другом языке, ему сложнее переключиться в другую систему, вспомнить, ему быстрее взять и вот срывающееся с ваших уст слово использовать, да, в данной игре это быстрее, интереснее, угадал, здорово, keep the cards, oh, no, is it a dog? А там лягушка, no, it's not a dog, it's a frog, да, и вы снова показываете, ok, better luck next time, и вы переходите к следующему. Эта игра играется в какие-то, ну, там, 3 минуты, да, с 8 детьми, при этом вы параллельно будете какие-то еще о том, что у собачки есть хвостик, а у лягушки такие смешные глазки, да, то есть вы работаете мамой в этот момент. Понятно, что со взрослыми это будет по-другому, но очень похоже по принципу. Вот я надеюсь, что я ответила на вопрос. Таня, меня слышно? Да, так, еще был вопрос, чего категорически нельзя делать на уроке? Что для меня вот из последнего очень важно? Чего категорически нельзя делать на уроке? Это, конечно же, это Ольга Львовна все прекрасно озвучивает, например, категорически нельзя, не должен быть назидательный тон, потому что вы убиваете атмосферу общения, атмосферу интереса, да, потому что вы же выше, и вообще здесь все подчинено вот этой вот культуре средней школы, где учитель говорит, а ученики слушают и живут по каким-то неестественным законам, да. Если вы создаете в своей школе или в вашем классе с вашими учениками атмосферу непринужденного общения, но в которой вы сохраняете свое кредо как учителя, как взрослого человека, но который с одной стороны дистанция есть, безусловная есть, но при этом вы демонстрируете интерес, подлинный интерес к ребенку, да, назидательный тон не может родиться, да, поэтому вы всегда говорите, то есть вы говорите на дружеской носе, с интересом, и ошибки, нельзя, например, ошибки править, да, в традиционном ключе, потому что традиционное исправление ошибок, No, it's not don't, it didn't, did not, да, нельзя нарушать естественный темп пречи по многим причинам. Первая причина заключается, первая причина это мы формируем вообще интуитивную, как говорит, кстати говоря, Соболева, интонация в английском имеет структуру, образующую значение, то есть когда вы рушите интонационный строй, вы не даете в этот момент формироваться правильной интенсивной грамматике, а нам, если мы ее не сформировали, нам нечего будет анализировать позже, просто нечего, да, когда ребенок вам уже отвечает, да, вы потом говорите, ну, guys, who do you think, how do we, what is us, your present continuous, we are doing something, we are going, are we going anywhere, да, и ребенок просто берет, он уже давно использует эту структуру в речи на уровне А2, да, а ему, например, там 9 лет, да, ну, у нас сплошь и рядом такая ситуация, он легко вам вообще сам выведет, выведет это самое правило, но оно у него уже на уровне грамотных интонаций, а если учитель будет говорить на уровне, are you going anywhere, да, вот все слова произнесла молодец, но только убила все, что могла. Фух, учебный темп, по сути, здесь то же самое, опять же, учебный темп убивает своей назидательностью, он убивает естественную интонацию, на которой строится грамматическая структура языка в английском, да, и потом никто не говорит в учебном темпе в жизни. Еще ценнейшая способность наших детей, которая лично у меня вызывает искреннее восхищение, потому что я каждый раз с большим интересом наблюдаю, как им это удается. При вот такой подаче языка ваши дети будут обладать удивительной языковой догадкой, они умеют брать информацию отовсюду, да, имеется в виду, что вот сейчас, даже если он что-то не понял, он понимает, что нужно или посмотреть на сверстников, задать правильный вопрос, он не теряется. Даже если много незнакомых слов в речи, наши дети не теряются, они находят выход, это просто удивительно, это проверено много раз, потому что мы очень рано начинаем читать неадаптированную литературу, и это видно, как ребенок, да, не поняв сути, он тут же начинает вытягивать ее из учителя, из окружения и так далее. Так, дальше. Коллеги, может быть тогда, Галина, подключишься, Галь? Объяснять правила, нужно рассказать, почему нельзя объяснять правила. Или это, в общем-то... Слышно меня? Слышно меня? Я это прекрасно. Хорошо. Я, знаешь, только что хотела, как я тебе и просила, больше примеров, потому что это все, конечно, очень заряжает, а все равно вот какой-то пример, вот я бы хотела, ну, например, с теми же словами, да, вот ты говоришь, мы много раз пропускаем, может быть, на примере какого-то уже произведения, чтобы вот шаг один, шаг два, если можно, чтобы вот как бы... Давайте только тогда... Там просто есть специфика возрастная. Давай возьмем возраст, который интересен сейчас нашим коллегам. Ну, я думаю, что можно начать с первый класс, например, и вот которые только пришли. Самый ходовой возраст. Превосходно. Да, превосходно. Единственный момент, коллеги, если вдруг... Поскольку здесь есть те, кто ничего о нашей методике не знает, очень важный момент, что мы моделируем языковую среду на уроке, а также создаем языковую среду на уроке, плотный поток, структурированный, да, я сейчас расскажу как. А дома мы ее тоже моделируем, да, через прослушивание того материала, который мы проработали на уроке с учителем, и чтение с диктором, это ключевая позиция. Чтение с диктором. То есть ребенок одевает наушники, у нас этот метод называется аудиосуфлирование, в свое время Ольга Львовна вбила этот термин, да, и аудиосуфлирование может быть как с текстом, да, у ребенка перед глазками текст, да, он видит, вот она происходит, координация звукового образа слова с графическим, да, голос диктора-носителя звучит в ушках, да, а пальчик бежит по строке, и ребенок поет с диктором. Вот ключевой момент здесь, что не ждите, что когда вы ведете там через две недели с нуля сказку, ваш ребенок будет лихо говорить за диктором, но вот тут ключевой момент в том, что он должен петь интонацию, вот отсюда потом будет слитность речи, музыкальность, отсутствие страха говорить, то есть мы создали языковую среду на уроке, смоделировали ее дома. Каким образом мы, например, 7 лет ребенку, он пришел к нам с нуля, с чего мы начинаем? Мы начинаем с пальчиковых игр, да, пальчиковые игры это наши все чудесные, например, да, прекрасная погода, у учителя в плане там порядка 8 игр совершенно точно, они очень быстро проигрываются, это прекрасный материал, который актуален для ребенка в этом возрасте, да, он через вот этот вот, через вот такой формат познает мир сейчас, да, там, пример, классика. Two little clouds one April day, а у учителя тут два облачка уже вырезанных из картоночки, да, when sailing across the sky, they went so fast, they bumped their heads, all their heads, and both began to cry. Out came a big round sun, да, а у нас солнышко тут же в руках, sun, и мы показываем, вот оно прекрасное какое, да, у ребенка сомнений не возникает, что sun это вот оно, ну, да, and said, never mind my dears, I'll send my sun beans down, да, солнышко носочками для первой презентации, да, to wipe your fallen tears, да, а облачко, я еще не сказала, что облачки переворачиваются, и оттуда, и оттуда вываливаются такие, это дождик, и он нам показывает, что это дождик, дождик новогодний. То есть мы все это ввели, да, а потом мы подошли к окошку, и мы, are there any clouds in the sky today? I don't remember. Oh, I've been at my class for too long. Let's go, let's go and see. Мы подходим к окошечку, откидываем, are there any clouds? Wow, yes, there are, how many clouds are there? И мы считаем облачки на небе. В данном случае ребенок вам ничего не отвечает, да, он пока, что вы для него сейчас делаете? Вы переводите на понятие образа, это первые уроки, самые-самые первые, да. Вот они облачка посчитали, да, либо нет облачков на небе, неважно. Суть в том, что у ребенка четко, да, ребенок только за один этот урок. От вас слово облачко я услышал, ну, раз в семь. Потом дома он будет слушать эту пальчиковую игру. При этом все это происходит в очень естественной среде, то есть это не дрил, да, это абсолютно естественный такой вот жизненный процесс. Но нам же интересно, какая сегодня погода. А если облака, значит, может быть, будет дождик, да. Если там облачно, И вы снова, то есть вот таким вот образом вы семантизируете. Когда ребенок придет на следующий урок, вы обязательно ему на small talk спросите, Oh, I wonder, are there any clouds in this sky? То есть вот таким вот образом, Are there any clouds? То есть вы семантизируете, и в какой-то момент с его уст, естественным образом, срабется слово cloud, o cloudy, как и все остальное. То есть я показала это на конкретном примере, на примере ввода конкретного слова. Так, сейчас я посмотрю вопросы. Да, я думаю, что так, наверное. Таня, а вот дальше как мы начинаем писать? Да, естественно, из голосовых модулей получается, исключает дрилы. Очень вот точное попадание в суть. Именно так. Потому что любой дрил убивает естественность интонации. Я вам могу привести пример, то, что для непосвященного зрителя на нашем уроке, ну, вернее, учителя, можно воспринять как дрил. Но это не дрил. Например, классический наш, так, у нас мы ведем джуэлбокс. Это один из наших таких вот ключевых инструментов, через который мы обогащаем язык ребенка красивыми, красивыми выражениями, да, вкусными фразами. Например, это книжка, которую мы читаем на уровне Flyers. То есть здесь у нас могут быть дети где-то от 8 лет. Это книга уровня Intermediate. По поводу, похожа ли система на Мещерякову, я обязательно прокомментирую. Она похожа буквально в трех вещах, но при этом существует глобальная непохожая. Давайте я закончу с дрилами. Например, во второй сказке, это книжка уровня Intermediate, рассчитанная на учащихся 8-9-10 классов средней школы. Итак, мы читаем эти замечательные British Fairy Tales. И там у нас на второй сказке один из персонажей говорит, глупый пожилой человек, он говорит, Он просто видит каждый раз какой-то предмет, и в этот момент у него руки замерзли, поэтому он хочет именно эти перчатки, готов за эти перчатки отдать корову. И каким образом можно вот эту вкусную фразу на уровне Flyers, это даже не A2+, это даже не Cat, это Flyers, это вхождение в A2, каким образом можно отработать второе условное наклонение и закрепить его на уровне интуитивного понимания? У детей не возникает ни секундного сомнения в том, что это означает. Что делает учитель, когда сказка уже не раз читана, обсуждена? Он говорит, Дети загораются мгновенно, мгновенно, но опять же, там есть методические нюансы, нельзя это сделать там в самом начале, знакомство с сказкой, только тогда, когда ребенок уже наслушал и наобсуждал эту сказку достаточно. Пусть он уже читает ее две недели. Суть в чем? Дети мгновенно заряжаются, потому что это же можно, я же мечтаю, а не отрабатываю фразу. И тогда получается естественная интонация. И, а главное, вкус. Вот вы думаете, мы сейчас что, отрабатывали что-то? Упаси Господь! Мы мечтали, мы вообще отдыхали. Мы вообще отдыхали. И они, они про... Let's dream a bit. Let's dream a bit. Да? По поводу системы Мещеряковой. Очень уважаю Валерию Николаевну. Валерию Николаевну, великолепный спикер. Принципиальное отличие, принципиальное отличие в том, что Валерия полагает, что в мозг ребенка можно заложить очень-очень маленький объем. Да, вот. И это делается вот как бы кратно. Да, вот, например, если кто знает, кто знает программу I can sing, да, потому что мы ее используем частично, ну, в силу того, что я с нее начинала, я ее оставила. Но это дети 3-4-5 лет. И я вам скажу, это порядка, это первые 3 месяца, это порядка 10% от всего времени. А программа рассчитана на целый год. Два занятия в неделю по 30 минут. У нас занятия по 45 минут, но это 10% времени, и мы отрабатываем эту программу просто в ноль. То есть у нас дети говорят эти фразы. Ну, не 3-4 года, мы понимаем особенности возраста, да. А в 5-6 лет они лихо говорят, you have, у нас куча видео, да, is it, да, вот эти все простые игры. Принципиальное отличие заключается в том, что при правильной подаче языка ребенок может взять в сотню раз больше. А главное, что вы формируете, если там формируются очень простенькие грамматические модели, он прям самые примитивные, да, при всем уважении к Валерии Николаевне, то у нас формируется богатейший грамматическая, интуитивная грамматическая база и лексическая база. Именно поэтому мы легко потом на нее усаживаем неадаптированную литературу, да, для наших детей. Потому что дети, которых мы, например, которые приходят со стороны, да, и мы их можем взять, но мы можем взять на программу А2, но они не тянут, не адапты. Вот я вынуждена выделять их в отдельную группу и давать им литературу ниже уровня. Наши дети неадапт, даже не замечают. Нормально? Так, давайте посмотрим. Вот я вижу, видимо, Валерия Крылова пишет, что тут есть существенные различия со всеми подходами. Нужно начинать с неадаптированной литературы. Ни в коем случае... Хороший вопрос. Пальчиковые игры – это тоже неадаптированная литература. Мы берем их с нуля. Песни «Матушки Гусени», которые мы берем во второй год обучения с 5-6-летними детьми, у нас свой курс на них сделан из двух частей, это тоже неадаптированная литература, и мы их тоже берем. Да, и мы учимся на них читать. У нас чтение колорифмик, белая метода колорифмики у нас построена на них. Да, и опять же, учимся читать мы на пальчиковых играх. Это неадаптированная литература, но для детей этого возраста. Мы читаем с детьми для малышей книжки, неадаптированные для малышков, но носителей. Неадаптированную литературу надо вводить грамотно, но получается, что она у нас есть всегда, вы правы. Хороший вопрос. Спасибо. Из существенных различий, из того, что сразу, например, аудиосуфлирование. У нас очень важный момент, что в технике аудиосуфлирования, во-первых, у нас есть два этапа. Аудиосуфлирование с опорой на текст и аудиосуфлирование, когда ребенок говорит только с диктором. И это порой выглядит настолько потрясающе, когда ребенок... У нас очень много таких видео, когда ребенок говорит без диктора, прошу прощения, без опоры на текст, на печатный текст. Но, кстати, ребенок всегда говорит только с наушником в ухе. Если... Давайте тогда не буду рассказывать, что происходит в голове, ну или так, как я это вижу и понимаю. Но это выглядит, как будто бы ребенок шпарит наизусть. Этого невозможно выучить наизусть. У нас глава берется, ну, 2-3 недели из 20, например, страниц. Невозможно это выучить наизусть. Да, соответственно, просто нарабатывается навык, определенный навык. И что меня всегда очень трогает, это то, как свободно и легко дети, с одной стороны, говорят эмоционально вкусно, да, а с другой стороны, как они легко топят то, что они не успели, не расслышали, несущественно. Вы же понимаете, что в обычной жизни нашей это крайне важно, вычленять из потока информации самое важное, использовать это, да, для того, чтобы принять решение и дать обратную связь, да, идти дальше. Так, давайте я, может быть, что-то... Так, вывод речи. Чем оно отличается? Вот. Чем отличается аудиосуфлирование от техники шэдоуинга... Сейчас, одну секунду, коллеги... От техники шэдоуинга, в скобочках, механического повторения за диктором с последующим добавлением ролевой составляющей, которое продемонстрировал спикер от лингвитании. Вы знаете, я, к сожалению, не видела это видео. Что я знаю о шэдоуинге? Там механическое повторение. Здесь очень важно... Есть еще... Здесь у нас очень важно что? Что, во-первых, мы как бы говорим... Мы говорим о том, что не так существенно... Вообще дети первый год обучения имеют полное право, да и второй тоже, просто подвывать за диктором. Да? Но что важно? Что они не спотыкаются, что они повторяют мелодию речи, что они эмоционально презентуют ее через себя. Это звучит абсурдно, да? Не знаю. Наши оппоненты скажут, а не лучше ли им дать более простые тексты? У нас есть и более простые тексты. Это диалоги из курсового учебника. Там они в 95% случаев великолепно говорят с ними, да? А художественная литература, которая у нас обязательная часть программы, обязательная, потому что это плоть нашего языка, да? Художественная литература решает несколько другие задачи, но она обогащает, и при этом она обогащает нас глобально. Соответственно, шейдлинг очень механистичен. У нас мы готовы, мы готовы пожертвовать четкостью речи, да, легко причем, в пользу естественности, правильности интонации, эмоциональному наполнению, художественному наполнению. Как вы прорабатываете сказки? Какую вы берете литературу для Кэт Пэт? Для Кэт Пэт у нас уже не адапт. Мы берем Роула Даля, очень люблю Роула Даля, в свое время его открыла, такая классическая английская литература, вот с таким вот, знаете, вкусом, это чувствуется, что это другая культура, другой менталитет. Мы читаем Дэнни Чемпион Мира и мы читаем Матильду. В этом году, это Кэт Пэт, вот как раз это Кэт Пэт. Также мы берем Оскара Уайлда, это Айрис Пресс, прекрасная, но это уровень Advanced, Оскара Уайлд, уровень Advanced. Мы брали как раз на Кэт, у меня есть видео, где дети как раз обсуждают сказку, одну из сказок, по-моему, Ремакабл Роу Кэт, или не помню уже какую. Как вы прорабатываете сказки? Это целая технология, и она, это, кстати, крайне важно, то есть, как вы подаете, да, вы зашли, у вас презентация, сколько должно быть презентаций, там, если ребенку 7-8 лет, это его первая сказка пилотная, да, или ребенок второй год обучения, это, да, там, вторая половина, это волшебные сказки Британии, уже интермидия, да, ребенку, там, 9 лет, или 8 лет, или 10 лет, вы уже по-другому ее подаете, с меньшим количеством презентаций, но ключевые, ключевые структурообразующие аспекты при работе с литературой. Это презентация сказки, то есть, вы переводите на понятие образа, да, вы в лицах ее сыграли про трех поросят, and he, threw the apple, as far as he could, да, as far as he could, very far, you see? and while the wolf was running, to pick it up, да, и вы прям пока, to pick it up, и вы поднимаете, да, что происходит? Вы переводите на понятие образы, без перевода на родной язык. Это презентация, у нас она есть, пилотные сказки, и кукольный театр, и картиночки, да, далее у нас идет работа с текстом, мы первый раз вводим огромный текст, мы начинаем там его красить, он у нас общей, большей частью раскрашен, но детям очень нравится, мы учим, приучаем их внимание фокусироваться, цепляться за отдельные, за отдельные лица слов. После у нас идет, мы делаем чудесные упражнения, вставь артикли, вставь предлоги, которые они делают великолепно, да, потому что сказка наслушана, они делают эти вещи на слух, они представления не имеют, что такое артикль, упаси Господь, да, такие ругательные слова используют на этом этапе, они представления не имеют, что такое предлог, они просто понимают, что Knox, at the door, the wolf, потому что soon the wolf came, со старым поросенком он уже the wolf, потому что он уже приходил, а с первым поросенком он a wolf, да, но это уже такие нюансы, не на первой сказке, конечно, но и параллельно все это время учитель активно использует вкусные выражения сказки, для чего? Параллельно идет семантизация, да, ребенок наслушивает сказку, а учитель активнейшим использованием вот этих классных выражений из этой сказки, да, таких как, например, ну если мы говорим про трех поросят, что у нас там? Ой, господи, коллеги, не помню трех поросят, давайте другую вспомню, например, сказка The cat, the mouse, the cock, the mouse and the little red hand, там, например, есть выражение He got up out of bed on the wrong side. И мы все время пользуемся каждой возможностью на каждом уроке кого-нибудь спросить, oh, Peter, did you get up out of bed on the wrong side today in the morning? Да, для чего? Да, только для того, чтобы в какой-то момент, то есть чтобы это выражение намылило ему ухо, и в какой-то момент оно сорвется, потому что это так вкусно его вставить, да, где-нибудь, или, oh, it's never too late to mend, да, ну ты не сделал домашнее задание, сделаешь к следующему уроку, это обязательно и покажешь мне, да, я буду ждать, да, но мы используем, пользуемся каждой возможностью. Это вот приблизительная технология работы со сказкой на этом этапе. На этапе, когда мы выводим, мы выделяем инфинитив, да, мы учимся работать, мы учимся распознавать, анализировать прошедшее время, да, past simple, там добавляется еще один этап. Как только мы начинаем, джуэлбокс, а не джуэлбокс, грэммобокс. Этап грэммобокс – это когда мы начинаем уже красить сложные грамматические конструкции, такие как начиная от континьюсов всех, да, и заканчивая перфект континьюсами. Ну, то есть все перфекты, континьюсы и перфекты, континьюсы. Плюс я еще вбила год назад условные наклонения, потому что по сути, и у нас это прекрасно работает, у нас дети прекрасно узнают условные наклонения, и второе условное наклонение, и третье уже на этапе PET, если их правильно вести, да, они за счет того, что они учатся думать правильным образом. Что еще? Таня, ты меня слышишь? Так, вот, коллеги, как будто я ответила на все вопросы. Таня, прием, слышно? Таня, я слышу, да. Скажи, пожалуйста, вот все-таки я хочу вернуться к письму. Я так понимаю, что малыши, вот, которые дошкольники приходят, начинают работать с плакатами, но они еще не пишут, не вставляют пропуски, да? Тогда с какого возраста начинается вот именно вот это письмо, и какие этапы все-таки хотелось бы действительно понять? Про письмо ты еще не затронула. Да, да, да. Не вопрос. Давайте тогда, тут опять же очень важно, во сколько ребенок начинает. А, Таня, еще вот джуэр и бокс, да, тоже, когда, на каком этапе вводится, в каком возрасте, и из чего она вводится, как они переписывают эти вкусные выражения, если они, опять же, букв не знают, ну, как бы, вот, объясни. Конечно. По поводу, давайте начнем тогда с письма. Предположим, ребенок пришел к нам в 7 лет, и мы буквально недавно с коллегами этот вопрос опять, опять у нас вопрос-то поднимался, и опять проговаривалось, что 7 лет навык письма у ребенка очень слабенький. Ну, то есть, на самом деле, у многих его просто нет, особенно у современных детей. И мне, честно говоря, жалко наших детей, поэтому я считаю, что мы должны беречь детство и трепетно к нему относиться, а не удовлетворять за счет наших детей наши амбиции, да, учительские, и показывать, вот какие у нас крутые дети. Поэтому мы, например, мы берем книжку «Экселент-1», да, структуру, образующую наш учебник, и мы уже начинаем работать с книгой сказок, да, буквально через месяц-два, через два месяца мы начинаем работать, по-моему, по программе. И при этом у нас параллельно, в самом начале у нас включается пальчиковые игры, мы запускаем колорифмику. Колорифмика – это когда они у нас распечатают пальчиковые игры, там, четыре, как правило, строки. Мы красим вот эти рифмующиеся окончания, да, «all bow», да, мы красим их одним цветом, и дети учатся их распознавать. Пока это вот все на уровне узнавания картинок, да. Когда они начинают вписывать буквы? С семилетним ребенком можно начать вписывать буквы. Буквы – это не страшно. Одно слово он тоже может родить довольно успешно, но некоторым сложно и 8 лет написать, например, 3 слова в упражнении. Они будут рожать его, не знаю, там, минут 7. По моему глубокому убеждению, это неоправданная трата времени. Мы отпускаем ситуацию. Поэтому учиться писать и, скажем так, нагонять процесс мы будем в третьем классе или во втором, зависит от особенностей ребенка, да, когда он уже будет переписывать. Сейчас, пока на этапе 7 лет, он вписывает буковки пропущенные. Там, понимаете, у нас нет буковок пропущенных, мы не работаем с буквами. Там может быть, например, что? It isn't. It is or it isn't. Вот isn't он может написать вместе с апострофом. При этом видно, что он не пишет, он рисует это слово. Он может написать frog, но, опять же, это может ему дорого обойтись. Он будет слово написал и вспотел. Это максимум, на что они способны в этом, может быть, это его может быть максимум. И мы не форсируем. Через год, через два, а через три он просто нагонит вот этот вот, опять же, не могу сказать, что это отставание. Это просто неестественная технология обучения школы, да, из-за которых мы вынуждены ожидать вот этих вещей от детей. Но мы с ним летим зато в языке, да. Мы берем учебник второй год обучения в школе с нуля, ну, потому что там есть что обсуждать там. И ребенок его берет без труда, легко, да. Мы начинаем читать сказку, прекрасно, да. Но письмо, письмо пока... Фактически у нас, например, первый год обучения workbook отпускается, спускается на тормозах. Что мы делаем? Мы раскрашиваем, мы списываем буквально там одно-два слова, и мы ни в коем случае не делаем это дома. Все вписывания происходят на уроке. Дома он может только что-то переписать. Это, Галь, это очень сложный вопрос, вопрос письма. И нужно все время понимать, что у тебя может быть ребенок, которому слово написать трудно. И я считаю, что здесь обязан быть индивидуальный отход. То есть этому ребенку и три слова дома написать – это подвиг. Да, а другой, которому, например, 8 лет, который просто, ну, вот уже... У него уже этот навык есть, или ему это просто интересно, и он хочет. Пусть он сделает больше. Я, наверное, вообще, в принципе, не вижу проблемы в письме. Я ответила на вопрос. А дальше, как только у них, они обрастают вот этим навыком письма, нарастает он, мы просто увеличиваем количество... Они переписывают. Они переписывают грамматические упражнения, которые мы делали в классе. Существенно, да? Потому что параллельно закрепляется грамматика. Они переписывают какие-то упражнения из сказки. Почему? Потому что параллельно закрепляется лексика. Нужная нам, опять же, грамматика. То есть мы много переписываем. И в этом плане мы можем быть уверены, что они не наделают ошибок дома. И они не придут к маме и не спросят маму, а что мне сюда вставить? Я не понимаю задание. Просто переписать. И все. Вот так мы работаем с раппаратами. А, Таня, правильно я поняла, что вы переписываете просто в тетрадку. Вот как получается, и ничего не коряво, значит коряво, между строчек, значит между строчек, ничего не справляете. Навык просто переписывания. Я сняла со своей школы некую такую ответственность за формирование навыка письма. Их очень сильно на эту тему прессуют в школе. Мы постепенно, мягко предлагаем им писать, но попозже. Вот сейчас, в 7 лет, не надо их учить. Мы не учим писать письменно. Почему? Во-первых, потому что для них подвиг просто написать слово. Если вы приучаете их писать сразу письменно, вы получаете, даете им второй графический образ слова. Вот это понятно? Ну, то есть буква Ф, пусть даже если без вензелей, но все равно. Вот эти дополнительные черточки усложняют графический образ слова. А потом, чуть позже, когда они уже пишут по-русски, мы учим их писать по-английски, слитно. На самом деле, чтобы быстро, чтобы эффективно. Все. А как вот это, ты говоришь, вот перепишите, да? И вот как получится, кто-то там сверху F пишет, кто-то снизу, кто-то вообще начинает с черточки. Ничего не исправляете, как получается, так переписывают. Так, дарим сердечки такие большие. Вот я как сто лет назад это делала. То есть вот там упражнение рисуем, такое большое сердце. На самом деле важен факт исполнения. Или большое яблоко, ну вот что там, да, банан, что здорово сделал. Это все управляется как-то потихонечку в нормальном, естественном темпе. Я все-таки не вижу. Есть дети, но вот вы понимаете, это тоже такой тонкий вопрос. У меня есть мальчик, ну такой гений, вот они сейчас уехали. Петя не добрал 2 балла до C1. Петя на момент сдачи экзамена было 10 лет. 10 лет мальчику. Он не добрал 2 балла до C1, да, для тех, кто не знает, это уровень выпускника, языкового УЗА. Самый высокий уровень владения языком это C2. Петя маленький гений. Что здесь происходит? Вы бы видели, как Петя пишет. Это застрелится. Я говорю, Петь, ты опять закодировал тебя на экзамене, не поняли, ты отсюда 2 балла не добрал. Ну, Петя говорит, я старался миссис Джонс. Ну, по-английски, естественно, да. Я должна была в лепешку Петю расплющить, чтобы он мне начал писать. Я отпускаю эту ситуацию. Понятно. Понятно. Совсем отпускаю ситуацию. Совсем отпускаю ситуацию. Главное, чтобы родители там потом не приходили и не говорили. Вот я вижу, что Валерия пишет, что мы попросим Ольгу Львовну рассказать, почему Goodwill Лэнг из учеников райтинг идет быстро, красиво и с удовольствием. Вы знаете, я бы вот тоже этот момент прокомментировала, там эти отдельные фишки мы уже просили. Да, вот Ольгу Львовну обязательно нужно посмотреть. И вообще на сайте колоритмик РФ очень много ценнейшей информации, полезнейшей. Всем, кто заинтересовался, добро пожаловать. Приходите к нам тоже на наши всякие встречи в LinguaCat. На колоритмик РФ очень-очень много интересного материала. Так вот, понимаете, там тоже может быть ничего не работает стопроцентно, особенно в такой тонкой сфере, как райтинг. Почему? Ну, потому что, ну, если говорить ребенку естественно, поэтому мы можем брать такую литературу и обсуждать такие вопросы, да, то навыка письма, ну, нет априори, нет еще. Рано, да. Поэтому у кого-то будет все прекрасно. С кем-то эти фишки сработают, их точно нужно использовать. С кем-то не сработают. У меня просто была ситуация, в которой учитель очень так говорил, что, ой, а у меня все с удовольствием пишут, и мы тоже просто в большом таком были приятном изумлении, да, ну надо же. Хотя у меня это вызвало легкую такую вот тревогу. А потом выяснилось, да, потом мне в следующем году звонят родители, говорят, вы знаете, миссис Джонс, вот ребенок не хочет идти, потому что мы в прошлом году очень много писали. И она, и она, это мои дорогие коллеги-живописцы, говорят, приходи на плов. Скоро тебя отпустим. Все в порядке, коллеги. Письмо. Много письма, не захотел вернуться ребенку. Да, 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 да. Для ребенка это был стресс. То есть мы получили красивые картинки, да, мы получили вот эти вот вау в 6 лет, а потом выяснилось, что ребенок вспоминает вот это. Он вроде даже делал, ему нравилось, когда его педагог хвалила и восхищалась, и нравилось заливаться румянцем от удовольствия. Но только на следующий год он почему-то захотелся на английский. Оба ребенка вернулись, все хорошо. Сейчас они показывают блестящие результаты, но я, мы еще раз проговорили этот вопрос. Я просто не вижу в этом. Таня, вот у меня все равно мучает вопрос. Вот если они готовятся к экзамену, там же нужно правильно вставить слова, начиная с самого нижнего уровня. То есть писать. Если он делает ошибку, соответственно, ему балл снижают. Как же тогда вот этот вот спеллинг тренировать, если его не тренировать? Я поняла. Но все-таки в 6 лет... Вот тут, понимаете, коллеги, такой тоже тонкий момент. Нам, с одной стороны, нужны эти яркие результаты, да. С другой стороны, их у нас полно. У нас дети в говорении, в понимании существенно опережают, да, существенно опережают. А в том, что касается письма. Как мы подтягиваем вот этот спеллинг? Мы играем в бинго, например. Да. Это то, что я делала еще 100 лет назад. То есть бинго, потому что это отдельные слова, дети любят играть. Я не очень люблю эту игру, но она позволяет научиться писать эти слова правильно, которые от них требуют на статтерсе. Да. Что еще мы делаем? А пинго в чем заключается? Просто у кого какая карточка, у меня, да? Пинго? Так. Да, 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 да. Я забыла, как играть. Я так давно не готовила на статтерс. Там у вас просто... У вас список слов. И вы... Дети выбирают себе слова. По-моему, они написаны. Написаны... Коллеги, мне очень стыдно. Давайте, Галя. Я обещаю... Я просто вспомню, как играть в эту игру. Мы выложим у тебя где-нибудь. Хорошо. Ну, мы, в принципе, играем, например, в Poison Wood. Там тоже написаны слова на карточках. Они перевернуты. Ребенок берет, если он прочитал образ, он себе берет. Если он не прочитал, он кладет обратно. Если он вытянул яд, он все скидывает на таймере. Примерно тот же принцип, да, считывание слов на время или на момент соревновательности включается. Я помню, что они писали на доске слово большим, ярким маркером, и это было вот... Их это очень мотивировало. А, там выходило несколько ребят в доске как-то, и я помню, что несколько детей пишут, да, слова. И при этом у них все равно есть опора. И я просто опять прогоняю через их сознание, да, вот это вот написание этого слова. И почему они хотели это? То, что ты пишешь на большие буквы на доске, или там ты выбираешь, там опять же игра на скорость. Мы варьировали. Коллеги, к сожалению, вот, правда, не помню. Для меня это такая очень проходная игра, не структурообразующая. Такое вот, знаете, как... Такой вот книгсин в сторону... В сторону условия дурацкого на кембриджском экзамене. Потому что они, на самом деле, нас задерживают в этом плане. Мы вынуждены тратить время вот на этот вот... Ну, вот да, приходится тренировать их. Хочется сделать это, конечно, более в игровой форме, но потом начинаешь думать, вот с первого раза не получилось, сделали ошибки со второго, стоит ли или стоит уже идти дальше. Если экзамен, то как бы... Дальше... Мы подтягиваем. Хотя вот в последние годы... Мы иногда перепрыгиваем просто статерс. Мы часто перепрыгиваем статерс, потому что они у нас, по сути, готовы на статерс, но им 6 лет. И они не пишут. Или они еще... У них пока еще квазичтение. Но при этом они лихо говорят, они варятся в таком сложном объеме материала. Уверенно, да. И мы... Дай бог с ним. Мы пошли на мувос. Не готовы еще мувос, потому что много писанины, они маленькие. Слайс потом садим, и все. Вот мой младший ребенок, она просто сдаст B2. Потому что она вот... Ну, от хорошей жизни она все время была в паре со старшей дочерью. Поэтому вот бедный ребенок сейчас вынужден... Да, там ей 11 лет, а на второй год пошла на группу B2, потому что... Потому что, ну, вот, да, особенность, специфика наша. Мы сильно опережаем. Но опять же, коллеги, с одной стороны, кембриджские экзамены нам нужны для чего? Это независимая объективная оценка знаний наших детей. Да, это наша визитная карточка. То есть... А с другой стороны, это тоже своего рода аттестация нашей школы. Но опять же, не обязательно их сдавать. Сказать, что прям вообще это и ты мастер. Наверное, если бы нас не... Если нам не приходилось бы каким-то образом взаимодействовать со школой, а просто учитывать языку, мы бы вообще сделали бы программу, в которой бы мы в три раза больше читали художественную литературу, да, и меньше готовились к экзаменам. Поэтому, если вы можете себе такую красоту позволить. Я вот хочу запустить программу такую, что, ребята, а вот здесь мы погружаемся во все многообразие художественной литературы, да, здесь мы там... Ну, это так, это уже наши всякие интересные планы. Да, есть еще какие-то вопросы? Гарь, если я все-таки не ответила на вопрос, ты меня можешь прям прижать к стенке и задавать конкретные вопросы. Что более конкретные. Если я правильно поняла, то у нас все равно всегда во голове угла это, ну, естественность и интерес ребенка и его именно вот природная, да, вот готовность взять язык. Если сейчас мы видим, что они еще маленькие, и даже если взять тот же экзамен, все задания, кроме райтинга, он выполняет, мы бог с ним, с этим райтингом, идем на следующий. Вот у меня с моим ребенком так же, с райтингом до сих пор проблема, хотя она уже даже муверс все может, она уже флайерс может делать, кроме райтинга. Она, во-первых, его не любит, во-вторых, у нее со спеллингом проблемы, и я, ну, по незнанию, я ее пытаюсь там заставлять, но не получается, ну, никак. Эти вот диктанты она не любит, не любит вообще никак. Ну, жизнь вообще любит диктанты. Вот это сломарно. Лудная вещь, совершенно непонятно зачем. Я, знаете, коллеги, вот еще, опять же, слава богу, это моя школа, я могу выбирать, что происходит в моей школе, да, я вдруг поняла, что мы работаем настолько классно в плане, ты получаешь такое огромное удовольствие от своей работы, потому что ты не заставляешь детей учить, ты не заставляешь их делать ничего противоестественного. На уроке у вас стоит атмосфера путлого общения интересного, на актуальные темы, да, мы читаем классные книжки, мы действительно интересны друг другу, и это до такой степени важно, я сейчас, к сожалению, очень много занимаюсь, ну, или, может, к счастью, мы просто так вот растем, и я очень много занимаюсь, конечно, управленческими задачами, они слишком много, просто отжирают огромную часть жизни, я так скучаю по педагогике, потому что вот стоит провести урок, и ты вылетаешь на крыльях просто из этого класса, хотя заходил туда, вот такое ощущение, что в жизни тебе ибо оттеплилось, потому что вот все это происходит, ну, по-другому, да, и когда ты видишь, как загораются глаза детские, да, ой, ну ругание поднимается, сказать, так, а сейчас мы будем писать словарный диктант, да, иногда поднимается, но мы не пишем словарный диктант, потому что это, ну, опять же, контрпродуктивно, да, А что вы делаете вместо? Бинго, да, ты уже говорила? Бинго играли, что там еще, я помню, что еще мы писали слова, мы раздавали им прописи, они прописывали эти слова на листочках, ну, вот прям, ты-тын-ты-тын, но вот опять же, это я так, скрипя сердцем давала, мне очень их не нравилось, или мы делали им малюсенькие предложения, но опять же, они такие убогие, что, ну, вот делали. Таня, а как тогда они выписывают джуэллбокс? Они, ну, то есть они, с какого возраста? Это плюсовой вопрос. Джуэллбокс самое раннее появляется, ну, во-первых, он появляется на уровне, именно как книжка, как тетрадка, в которую дети выписывают, красивые выражения сами. Он появляется где-то на этапе, сейчас я скажу вам, когда сейчас, у нас, у нас, в лингвокэте, он появляется на этапе флайс, или в конце мува, со второй половины мува, с самой ранней. Это какой возраст обычно? Это возраст, ну, вы знаете, от 7 лет. Ну, 7 лет, это, конечно, совсем раннее. Но это те, которые у вас уже, значит, с 5 или с 4. У нас в рейтинге, в 3-4, в 5 лет, да, в зависимости от того. Ну, например, то есть, что происходит? Мы берем уже сказку уровней Intermediate, и оттуда мы начинаем выписывать слова. Но опять же, сначала это просто вкусные выражения, мы всех выписываем подряд, да, а тут уже дети, но опять же, нет, в 7 лет, это я загнула, у нас не может быть жилбок с 7 лет, самое раннее с 8, мы просто не введем ее, с 9 даже, наверное, просто дети еще не смогут так писать, там уже большие выражения, там фразы большие. Ну, с 8, с 9, наверное, можно, с 8 исключительно, в случае. И они начинают это выписывать, а учитель параллельно это все активно ратирует в речи. Они просто выписывают, а учитель ратирует. А вот уже на уровне флаес, да, во второй половине, как минимум во второй половине года, либо сначала, у нас с голубой книги сказок, они начинают, упс, нет, прошу прощения, у нас это получается с уровня кэт, и мы уже берем неадапт, неадаптированную литературу, и там мы уже делим джоу-бокс на, не помню сколько секций, по-моему, у нас уже 9 секций, или 10, на feelings and thoughts, weather and climate, movements, что там еще у нас, appearance, personality, точно, appearance, personality, и у нас еще какие-то есть твои, beginnings and endings, что там такое было названо, то есть 6, еще какой-то мы ввели, а, вот мистер Серж мне вчера пишет, миссис Джонса, давайте еще введем звуки, у нас так вот на этом, на how to train a dragon, такие чудесные звуки, что-то хочется ввести, я говорю, почему бы и нет, типа она, мама топея, которая, да, можем ввести звуки, ну, то есть, и дальше, что происходит, дети, у меня, кстати, достаточно много видео, как они это делают, да, это совершенно роскошный коммуникационный повод, да, то есть, опять же, уже семантизированную главу, ребенок, вы читаете вместе с ребенком, с детьми, и они вытаскивают джулбокс экспрессионс, да, и вы обсуждаете, а почему, а вот когда вот мы, о, have you ever blushed, да, вот на Ускаре Вайлде, and she blushed, oh, she was shy, yes, well, since she blushed, well, we may say she was shy, да, and by the way, do you often, do you blush often, да, вы параллельно семантизируете, вращаете это слово, то есть, переводите на понятие образа, вращаете его, да, а дома ребенок запишет его в свой джулбокс, и потом, когда мы будем там о чем-то рассуждать, например, описывать кого-то, учитель предложит, загляните к себе вот в эту вот, в свое, в свою, в главу appearance, в свой джулбокс, да, какие там, может быть, вы какие-то вкусные выражения оттуда берете, но еще плюс мы всячески их мотивируем на то, чтобы они говорили красиво, амбициозно, как мы это называем, вот, это джулбокс, и, соответственно, на протяжении чтения книги учитель с ребенком находит вкусные выражения и выписывает их в эти категории, да, и дальше, вот, начиная как раз с уровня КЭД, мы именно раскладываем их по вот этим категориям, и уже живем с этим всю оставшуюся сознательную жизнь в нашей школе, параллельно с граммобоксом. Здорово. Таня, скажи, а есть какие-то этапы, прописанные и непрописанные работы со сказкой, вот мы начинаем, там, вот, кстати, поскольку страниц вы за раз берете, потому что нельзя же сразу всех трех поросят взять за раз, поскольку страниц за раз берете, что делаете, и к какому моменту вы уже проработали все, и сколько от начала до конца проходит времени? Очень сильно зависит. На самом деле, очень хороший вопрос, но все это напрямую зависит от возраста ребенка, от уровня владения языком, и от вообще этапа. Если это первая сказка, то у нас пять презентаций только трех поросят. Почему? Ну, вот, во-первых, мы читаем... Пока они не видят текст, трех презентаций мы читаем. Пять презентаций, и они еще не видят текста, или уже видят? Да, они еще не видят текста, но мы помним, что ребенку семь лет, или восемь лет, или девять лет. Девять лет, да? Это их первое знакомство с языком. Это... Если в девять лет, то мы буквально там через три-четыре урока вводим сказку. Если семь лет, то через месяц или два. Через два месяца, да? Что происходит? Вы знаете, коллеги, я все это испытывала, когда вела методически двух педагогов в своем клубе. Это очень интересный опыт. Я вела мета-испанку и вела китайский. Причем китайский я вообще просто переначала. Я все перестроила, я все поставила с ног на голову. Абсолютно все. И уникальный был совершенно опыт. И я знаю, что чувствует человек, ребенок, взрослый, когда его вот так погружают в язык. И там совершенно потрясающе. По-другому работает мост, по-другие вопросы загвозникают в голове, другие задачи решаются. И по-другому берется язык. И вот эти, когда я говорю, что учить слова нельзя, я имею в виду, что их нужно брать по-другому. Да, они просто появляются у вас в голове в какой-то момент. Вы даже не можете сказать, откуда это слово у меня появилось. Ну, или вы знаете, откуда оно, источник. Но когда оно стало у вас вашей активной, вашим словом, вы этого сказать не можете. Ну, это нюансы. Что касается сказки. Опять презентаций, потому что это сказка пилотная. Мы вообще приучаем ребенка жить вот в этом вот объеме. Да, мы говорим с естественной интонацией, мы ее рассказываем. Но мы просто so animated. Все работает на нас. Сначала кукольный театр, первый урок. Второй урок это, второй урок это наш, второй урок это наши картинки. У нас есть прекрасные картиночки. Третий урок, педагог, который умеет рисовать, может рисовать. Если рисовать не умеет, он может на себе все это показать. Или четвертый урок. Пятый урок, дети сюда, или вы можете взять те же игрушки, и дети выступают в качестве героев, но педагог продолжает начитывать. На четвертом уроке отдельные дети с удовольствием подвывают в режиме and I'll have, and I'll have, and I'll blow, the house in. Я до сих пор помню. Пятая презентация, это уже, это все вместе разыгрывают, они обожают это все проигрывать, они обожают быть поросятами, волком, все это проигрывается, мы делаем ватер-черн, в который они там залезают. Что происходит? Дети получают море удовольствия, а учитель продолжает семантизировать и вращать нужную ему лексику. И вот когда я говорю, что у кого-то, кто-то на первом уроке уже запонял, ухватил, что вулф, это вот он, серый с хвостом, а фиг, это вот этот маленький розовый глупый или умный. А кто-то, извините, только на третьей презентации наконец-то усвоил. Но там-то гораздо, там огромное количество других, другого вокабуляра. И все это время вы вращаете его и переводите на понятие образа. Дальше мы вводим текст, но это пилотная сказка. Работаем с текстом порядка двух недель, то есть четыре занятия точно, но при этом мы же не просто читаем сказку, мы обвели слова, например, чтобы наш взгляд начал цепляться, там, мы поиграли в игры, мы поделали упражнения вместе с педагогом, который не дает зависнуть в паузе, он всегда поддерживает ребенка. Он задает вопросы и тут же кидает ему лестницу в виде наводящего вопросы или альтернативного ответа, ответа на альтернативный вопрос. Мы играем в игры, в которых задействована эта лексика. Все, когда мы поняли, что все от сказки устали или скорее даже на подходе, чувство надоело. Ох, не переключились на другое. но первое это точно не скажу, надо вспомнить, но это от полутора до двух месяцев она долгая. Остальные идут гораздо быстрее. Второй год обучения вам вообще уже картинки практически не нужны. Уровень понимания, уровень языковой догадки детей настолько высокий, что вы можете объяснить волынку на пальцах. Это пример из моей жизни, когда у меня тугая девочка восьми лет, самый такой тугосоображающий ребенок в среде ровесника, мы всем там было по восемь лет, мы читали сказку уровня Intermediate, как раз я им забыла картинку. It's a musical instrument, you know, guys, with a bag and a pipe. Аня такая, это волынка в школе. Я чуть не уронила эту книжку, потому что последнее, что я ожидала, это, что мне Аня это выдаст. Поэтому дальше все становится существенно проще, но первые сказки требуют мощной семантизации, мощного проигрывания и вращения такого. Таня, а вот окончание сказки, оно имеет какое-то логическое окончание? Например, вот сегодня мы последний раз обыгрывали на уроке эту сказку, сняли на видео, например, конец. Или просто вот надоело и посреди процесса закончили, начали новую? Нет, мы ничего не снимаем на видео, мы не... Тут такой тот же момент, вот у меня была группа, которая обожала играть. Но, вот вы же понимаете, коллеги, чтобы подготовить представление, это означает, что вы должны кучу времени потратить на уроки, чтобы повторять одни и те же фразы, да, то есть это такой вот, это все здорово, но мне жалко времени, мы же результативная школа, мы должны были это доказать, мы уже это давно доказали, но мне по-прежнему, вот это была как раз та самая та самая группа, мы с ними перед голубой сказкой взяли макмилоновский какой-то magic fluid, и она для них оказалась очень легкой, и поэтому они ее шпарили наизусть, они ее там подглядывали в книжку, и мы ее разыгрывали, но я понимала, что мы не тратим время на отработку театральную вот такую вот компоненты, поэтому для нас окончание сказки, она у меня вообще-то уже в плане, или там я готова, да, ну вроде бы как это дети приняли решение, потому что я это чувствую, мы хорошо ее проработали, да, иногда, если это не структура, иногда я могу даже позволить, если я чувствую, что дети, мне особенно нравится эта сказка, я по сезону поменьше, и бог с ней, ничего страшного, то скучное, что в ней было, мы доберем, я буду использовать в речи, да, а все остальное в детскую грамматику доберем на другом художественном материале, то есть это, ну это потрясающее вот это вот ощущение свободы, да, и удовольствия, которое все должны получать от процесса. То есть четкого количества, например, сказок в год проработанных нету, вот как пойдет, правильно? Есть, есть, потому что это скорее, но это уже вопрос скорее некоего методического стандарта, который работает в школе, то есть если педагог, ну не знаю, если это совсем маленькая школа, да, то, как когда-то мы делали, ну не было, а сейчас есть, сейчас первый год обучения мы берем шесть сказок. Мне кажется, маловато, но я, как-то вот мои, мои дорогие методисты говорят, нет, 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 вот нам хочется шесть, я не возражаю. Хотя они говорят, что я сама в свое время прописала, что первая сказка это столько-то. вероятно, так оно и было, потому что я уже давно не веду, очень давно не вела статорсов, да, то есть первый год обучения, это тот этап, на котором мы берем книгу сказок первую, потому что это самый трудоемкий процесс, первый год обучения, причем даже первая сказка, все остальные летят уже, ну просто, просто без проблем. Особенно, если вы подготовите хороший материал, то сказка это всегда удовольствие. Единственное, читать не очень любят, вот здесь вот нужно накручивать то, что мы, мы как актеры, мы рассказываем, покажи, я не вижу, ну разве это волк, это какой-то вялый поросенок, а не волк, да, и когда вот они включаются, да, тогда они с огромным удовольствием и водят пальчиком, да, и говорят с вами, читают с вами, и тогда они повторяют ваши интонации, потому что они живее, эмоциональнее, чем, например, нерейтер на прекрасной книге сказок. Я просто смотрю, да, вопросы есть или нет. Да, вот я, я как будто пока не вижу вопросов. Может, я задавайте вопрос, если есть. Я вроде бы все спросила, я понимаю, что если я еще задам вопрос, то это еще минут на 15, но основное мне понятно. это так. Сейчас, тут просто я очень плохо так. Провожу ли я семинары? Вот тут такой был вопрос. У меня, кстати, тоже был вопрос. К тебе. Да, мы обязательно будем эти семинары проводить, обязательно, причем такие адресные, мы уже, я уже делала для своих педагогов. Я имею в виду не адресные, а такие вот узконаправленные, например, как мы работаем с игрой, потому что игра у нас на уроке, это структуру, образующий тот же элемент, то есть это не нечто такое вот, не нечто просто вот для расслабления и получения удовольствия. Нет, для ребенка это именно так, да, а для учителя это мощный методический инструмент. Для учителя это упражнение, для ребенка это игра. То есть вот если вы сделали это так, все супер, все сошлось, звезды сошлись, это означает, что ребенок даже не понял, что вы только что его, что у вас был дрилл, на самом деле, вы отрабатывали past simple или present perfect, да, а он просто поиграл в игру классно, и он следующий раз, здесь можно в happy monsters, let's play happy monsters, please, please, may we have play happy monsters. Окей, guys, и я начинаю ставить условия, да еще используя, или я говорю, что да, мы бы поиграли, используя третье условное, да, если бы вы сделали то-то, но вы же не сделали, и у нас начинается какой-то торг, в результате я выхожу на то, что мы отрабатываем present perfect, да, самое трудное, по мнению Верещагина, время в английском языке, да, а ребенок не понимает, для него это игра, то есть, поэтому, для меня игра это, опять же, что такое игра в нашем подходе, да, когда это, когда она должна быть максимально насыщенной, говорением, она должна быть максимально насыщенным материалом, который мы вращаем, да, она должна быть, она должна, ну, то есть, игра отвечает определенным, любая игра решает задачи, да, она должна быть игрой, потому что существует то, что называют игрой, да, летсплей, и начинается просто делание виды, поэтому дети сидят такие, и отвечают таким вот, таким тоном, что понятно, что им не то, что не интересно, что, ну, вот какие-то такие вещи мы обязательно будем делать, записывайтесь к нам, друзья, страничка в соцсетях Татьяны Морозова, мы сейчас вот разберемся с нашей, там, кстати, достаточно много видео было, в ФБ, это тоже Татьяна Морозова, но у меня, наверное, даже, видите, мы, Таня, я что-то не волнуйся, не волнуйся, так, по твоей аккаунту я присылу ссылку, то есть, можно через личку записываться, и мы тогда сделаем, если вы, если вы это все инициируете, скажете, а мы хотим, тогда я сделаю, просто это, знаете как, всегда есть масса других интересных дел, у нас какая-то куча проектов, сейчас вот стоит то, что мне ужасно хочется сделать, такой проект по ролевым играм, такой мощный, я хочу сейчас всех раскачать на это дело, потому что дети, мы им пообещали, мы анонсировали, запустили часть, они у нас два года, и просто физически не успеваем, очень классная вещь. То есть, мощный мотивирующий фактор. Слава Богу, к нам дети и так ходят, и в чем именно подростки. Вот это вопрос тоже, я считаю, что, понимаете как, это то, с чем я регулярно сталкиваюсь, такой вот, такая оптимистичная нота, на которой, может быть, имеет, можно завершить нашу встречу. Когда к вам приходят подростки, такой сложный возраст, да, они ершистые, они не в контакте с родителем, уже могут быть, или просто они говорят, нет, и все, я не буду это делать. Они приходят к нам и остаются. Я не буду больше изучать язык, все, да, там, все, я не буду, можешь не платить репетитор. Это мальчик сказал маме, она прибежала вот такая вот. Да, Джош, учится у нас уже два года, и, наконец, блестяще сдал экзамен. Первый, экзамен первого года, он сдал плохо, на двойку, после года обучения у нас. До этого он шесть лет занимался с репетитором. Я хочу сказать, что когда вы даете потрясающий результат, но при этом все получают удовольствие от процесса, мне кажется, что это самый высший пилотаж. Вот, вот это, да. Потрясающий. Да, можно, наверное, на этой ноте закончить, потому что это нескончаемая, конечно, тема, но я Тане обещала час, а уже прошел час сорок почти, и Таня ждет плов, да, Таня? Таня, на самом деле, действительно, вот это вот роскошь человеческого общения, просто еще раз, я понимаю, что просто все пришедшие сюда, это люди, которые дают вопросы, которые думают, которые ищут ответы, и поэтому это всегда общение, которое приносит удовольствие. А потом тема любимая, черт в двери. Прекрасно, у нас с вами прекрасная работа, друзья, просто прекрасная. Ничто не дает такой, такой rewarding effect, inspiring. Спасибо, Таня. Я тогда разошлю всем твои контакты, и буду также у тебя узнавать, ничего ли новенького не появилось, чтобы поделиться с коллегами. Было, можно что-то сделать такое. Угу. Да, тогда что, мы отпускаем тебя, спасибо, что нашла время в своем отпуске в законном, да, потому что нашла возможности техническую и по времени с нами побеседовать, но я с тобой надолго не прощаюсь, мы с тобой еще увидимся, как мы договорились, в Москве, да. вот тогда спасибо большое, Таня, мы тебя отпускаем. я еще пару слов скажу и тоже завершу. До свидания, Таня, спасибо за внимание. Друзья, я понимаю, что мы очень много вопросов еще не не обсудили с Татьяной, может быть, у кого-то даже осталось чувство, что вопросов появилось только больше. Есть такие? но это нормально, это значит, что, как Таня и сказала, вы думающие и ищущие на свои вопросы ответы преподаватели, а это всегда здорово. Когда есть вопросы, есть неудовлетворение своей работой, есть желание развиваться дальше, это на самом деле хорошо. Это значит, что вы не будете застаиваться, вы будете совершенствоваться тоже как человек, не только учить, но и учиться. Вот. Спасибо. Наталья, наверное, пишет, что я задавала, как всегда, нужные вопросы. Я надеюсь, что да, они были вам тоже полезны. Мне, как действующему преподавателю, который пытается работать на методике Соболева, были они очень важны. И я планирую дальше обучаться всеми какими, возможно, способами и у Татьяны Морозовой, и у Ольги Львовной. Планирую напроситься, может быть, на уроки. Скоро буду в Москве. Я наверняка тоже что-нибудь, там с кем-нибудь встречусь. Вот. Будем заканчивать. Сегодня субботний вечер, у многих, наверное, еще планы. У нас это был последний вебинар в рамках позитивных недель для преподавателей. Остался только мой вебинар, тему, которого мы до сих пор не выбрали, просто не было на самом деле возможности. Были заняты подготовкой к вебинарам. Но я думаю, что в понедельник мы запустим голосование, к пятнице мы выберем тему, и в пятницу я сейчас так решила, что в 10 часов по Москве в пятницу я выступлю. Дальше уже не смогу, потому что в субботу я праздную день рождения дочки, а в воскресенье я улетаю в Москву. Поэтому пятница это единственный день, когда я могу выступить. Проголосуем с понедельника по пятницу, наверное, даже с понедельника по четверг, чтобы я успела еще подготовиться. Ну да, кому удобно приходите, кому неудобно посмотрят записи. Напоминаю также, что у нас действуют распродажи наших продуктов последние. последние дни в рамках распродажи дню рождения проекта. И у нас действует еще пока можно выиграть игру от StudyCraft Lost Pets, сделав репост. Это я напомнила вам. Ссылочки уже кидать не буду, они есть под каждым видео и в каждой рассылке, которую вы получаете, просто чтобы вас уже не задерживать. вот. Все, тогда я с вами прощаюсь. Спасибо всем, кто пришел, кто участвовал активно в чате, задавал вопросы. Всем хороших выходных. До скорой встречи. Субтитры создавал DimaTorzok